Искатель – это тот, кто ищет. Не обязательно тот, кто находит. Это также и не тот, кто обязательно знает, что именно он ищет. Это всего лишь тот, для кого собственная жизнь – это поиск. Любить – это значит бескорыстно создавать условия для того, чтобы другой был тем, кем он есть. Мы уязвимые, но не слабые. Многие не понимают разницы. Мысль о том, что любовь нас спасет, позрешит все наши проблемы и подарит состояние счастья и уверенности, способна привести лишь к тому, что мы попадем в плен иллюзий и сведет на нет истинную преображающую силу любви. Чувство вины – это намордник, который надевают только на тех, кто не кусается. Единственная ошибка, почти всегда, – это думать, что только с твоей колокольни видна вся правда. Глухой всегда считает, что те, кто танцует – сумасшедшие. Единственная ошибка, почти всегда, – это думать, что только с твоей колокольни видна вся правда. Глухой всегда считает, что те, кто танцует – сумасшедшие. Просто найти спутника жизни недостаточно. Необходимо, чтобы этот человек нас эмоционально подпитывал, помогал эффективно развиваться. Принять – не означает покориться. Понять – не значит во всем быть согласным. А простить – не предполагает забыть. Люди искренне заблуждаются, думая, что любят, а на самом деле они попадают в зависимость от желания обладать другим человеком. Ничто не придает столько сил и уверенности, как желание. Когда люди сталкиваются со сложностями во взаимоотношениях, они склонны винить во всем своего партнера. Они отчетливо видят, что нужно изменить в другом, чтобы улучшить отношения. Но им крайне сложно заметить, что в них самих создает проблемы. Не всегда первым приходит самый быстрый, не всегда битву выигрывает самый сильный. Потому что случай и удача приходят ко всем людям. Если ты попал в тупик, не будь идиотом, выйди там, где вошел. Семья – это трамплин, с которого ребенок прыгает во взрослую жизнь. Если трамплин сломан, прыгая с него, можно свернуть шею. Влюбиться – значит любить совпадение. Любить – влюбиться в различия. Счастье – это уверенность в том, что ты на верном пути. Мы стараемся загнать боль в самый дальний уголок души. Мы стараемся не ощущать нужды в заботе и любви, потому что подобная тактика уменьшает боль. Каждый человек – это целый мир. И любить – значит быть способным принять другого, вместе с его системой ценностей, чертами характера, привычками, странностями, не пытаясь изменить. Говорить о счастье трудно, потому что мы исходим из неверного понимания счастья. Мы думаем, что быть счастливым – это радоваться, а всегда быть счастливым – это радоваться всегда и всему. Но это невозможно. Все мы склонны цепляться за идеи, людей, отданные чему-то годы. Мы привязываемся к связям, пространствам, знакомым местам, считая, что только они смогут нас спасти. Люди часто жалуются на то, что их не любят, а настоящая проблема в том, что это они не умеют любить. Иногда наша жизнь зависит от того, сможем ли мы отпустить что-то, отказаться от того, что когда-то нас спасало. Надо отпускать то, за что мы отчаянно цепляемся, считая, что держимся за свое спасение. Нужно дать себе разрешение быть там, где ты хочешь быть, а потом постараться сесть там, где тебе удобно. Чувства, в отличие от страстей, длятся дольше и привязаны к восприятию окружающей действительности. Любовь начинается тогда, когда мы разглядели конкретного человека, выбранного нами, и открыли его для себя. Именно на этом этапе влюбленность переходит в любовь. Мы предпочитаем синицу в руках, не рискуя поймать журавля в небе. Ты можешь быть естественным только в том, что живо. Для меня счастье – не радость. А душевный покой и равновесие внутреннего мира. Нужно дать себе разрешение идти по жизни, разыскивая то, что ты хочешь, вместо того, чтобы ждать, когда другие дадут тебе это. Трюк в том, чтобы уметь вновь и вновь заново открывать друг друга, наблюдать за происходящими изменениями, видеть, какими мы становимся. Другими словами, не ждать, что все останется неизменным, а быть готовым к тому, что в любой момент, любимый человек может нас удивить. Не лучше ли попытаться найти другого целого человека, вместо того, чтобы довольствоваться половинкой? Когда любишь, тебя волнует счастье другого, не больше и не меньше. Счастье, которое заполняет тело и душу, только крепнет, когда мы принимаем любимого человека, не желая его изменить. Если я не научусь отпускать то, что ушло навсегда, в моей жизни не появится ничего нового. Любовь, сторонниками которой мы являемся, строится двумя полноценными или, если угодно, целыми людьми, которые ищут встречи друг с другом. Половинки зависимы друг от друга, а когда человек зависим, у него нет выбора. Мне всегда казалось, что самым лучшим ответом на слова «я люблю тебя» будет «я чувствую, как сильно ты меня любишь». В отношении любви мы никогда не опустошаемся, когда отдаем. Не правда, что отдав слишком много, я могу остаться ни с чем. Не правда, что я должен обладать излишками любви, чтобы получать возможность любить. Если для того, чтобы быть с любимым человеком, нужно отказаться от самого себя, отношения обречены. Действительность становится гораздо привлекательней, если мы решим наслаждаться ей в меру наших возможностей, вместо того, чтобы переживать из-за того, что наши иллюзии и мечты не сбываются. Магия имеет силу, пока есть желание. Чтобы союз любящих людей процветал, необходимо взглянуть на него с другой стороны, как наряд возможностей расширить свое сознание, открыть незнакомые истины и стать личностью в полном смысле этого слова. Счастье — это способ преодоления пути, когда ты идешь, не торопясь, но и не стараешься идти медленно, никого не толкаешь и не позволяешь толкать себя, без перевеса в рюкзаке и не подавляя свои чувства, когда идешь с уверенностью, что этот путь твой. Отношения, рассматриваемые с реальной, а не с идеальной точки зрения, открывают нам глаза на многие стороны действительности. И нет ничего более потрясающего, чем ощущать свое преображение рядом с любимым человеком. Стать хозяином своей судьбы можно, только научившись называть вещи своими именами. Судьба всегда обходит стороной тех, кто по той или иной причине перестает или почти перестает заниматься своим любимым делом. Мы стараемся загнать боль в самый дальний уголок души. Мы стараемся не ощущать нужды в заботе и любви, потому что подобная тактика уменьшает боль. Чтобы союз любящих людей процветал, необходимо взглянуть на него с другой стороны, как наряд возможностей расширить свое сознание, открыть незнакомые истины и стать личностью в полном смысле этого слова. Большинство людей ссорятся, потому что пытаются убедить друг друга, что их позиция единственно правильна. Только когда ученик готов, появляется учитель. Ко всему прочему, надо уметь отпускать. Я не согласна с теми, кто предлагает держаться за отжившие отношения. Союз двух людей длится ровно столько, сколько нужно, то есть до тех пор, пока способствует их развитию. Иногда несколько недель, иногда всю жизнь. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok